8 октября герой мультфильмов и сказочных повестей Домовенок Кузька отметил свое 40-летие. Знакомый всем с детства, он олицетворяет домашний уют, доброе и наивное беззаботное детство, а потому нравится как малышам, так и взрослым. 11 октября в Центральной библиотеке имени Юрия Гагарина состоялось торжественное награждение победителей конкурса. В нашем доме появился новый член семьи. На конкурс поступило 547 творческих работ. Взрослые дети проявили свою фантазию, мастерство, подошли к заданию со всей ответственностью, использовали различные материалы, показали творческие находки, так что работы получились удивительные, яркие, радостные. Участие в конкурсе могли принять дошкольники, учащиеся с 1 по 8 класс. Допускались работы, подготовленные совместно детьми и родителями. Принимались подделки индивидуальных и коллективных авторов. Оригинальность идеи, смекалка, различные техники при выполнении работ приятно порадовали членов конкурсной комиссии. Ощитальный зал библиотеки превратился в настоящий музей домовенка. Здесь вязаный кузька-куська из пластилина, старого чулка, тесто, папье-маше, осенних листьев и даже древесной стружки. Словом, в ход пошли все возможные и невозможные подручные материалы. Мы сразу решили сделать игрушку. Как ее делали? Не помнишь? Из маминой футболки. Из маминой футболки, да. Вырезали мы оттуда ручки-ножки, туловище. Голубу из чего сделали? Из носка. Из носка сделали голову. Перед жюри, члены которого мастера своего дела, преподаватель детской школы искусств Татьяна Шаркова и преподаватель художественной школы Марина Морозова стояла сложная задача – выбрать лучшие из почти 600 работ. Сделать это оказалось нелегко, ведь каждое произведение уникально, в каждой частичке души автора. В итоге победители были определены в номинациях «Лучшая поделка», «Лучший рисунок», «Калейдоскоп идей». Диплом и подарок был вручен также автору, пожалуй, самой оригинальной работы огромного домовенка из древесной стружки. Мы сначала делали руки, потом ноги, потом голову и туловище, потом присоединяли и нитками связывали. А с кем вы делали? С мамой и папой. По итогам конкурса в читальном зале Центральной библиотеки имени Юрия Гагарина организована выставка творческих работ, которую может посетить любой желающий. Спасибо всем родителям и детям, сотрудникам дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждениям дополнительного образования за энтузиазм, творческий подъем, инициативу и креативность.